Добрый вечер, коллеги. Хочу представить вам первую клиническую структуру. Пациент с 49 года рождения. Клинический диагноз – рак желудка с метастазами в печени CT3N0M1, четвертая стадия. Гистологическая структура опухоли, низкодифференцированная аденокарцинома, имеется HER2-гиперэкспрессия. В качестве первой линии лечения выбрана химия-лучевая терапия, дистанционная лучевая терапия на первичный очаг до 50 грей и плюс оксалиплатин, капистабин и тростозумаб. Пациент получал лечение в течение двух месяцев с марта по май 2020 года. Затем, достигнув стабилизации, получал тростозумаб и пембролизумаб до августа 2020 года. В августе по данным обследования отмечено прогрессирование опухолевого процесса, далее 4 цикла капиопс плюс тростозумаб. На этом фоне в декабре 2020 года отмечено появление новых очагов в печени. На один из очагов проведена стереотоксическая лучевая терапия, затем 3 курса фолфири до февраля 2021 года. Один из очагов немножко подрос и на него провели стереотоксическую лучевую терапию. Это очаг С8 в марте 2021 года. Несмотря на это, в мае отмечено дальнейшее прогрессирование процесса с появлением 4 новых очагов в печени. В связи с этим пациенту была предложена смена режима химиотерапии. Предполагаемые препараты сочетания это паклитоксил и рамоцирумаб. Однако у пациента развилась тромбоцитопения Грейт 1-2. Если посмотреть на клинический анализ крови от мая 2021 года, мы видим тромбоциты 73 на 10 девятый на литр. Первое, что мы предложили, это прием преднизолона по 30 мг в день с контролем анализов через неделю или через две. На этом фоне мы видим, что уровень тромбоцитов поднялся всего лишь до 81. В связи с неэффективностью проводимого лечения мы предложили пациенту прием L-тромбопада, револейда, по 50 мг в сутки с контролем общего анализа крови через 7-14 дней. Так как согласно инструкции где-то процентов 75-80 пациентов отмечает нормализацию уровня тромбоцитов при эффективности L-тромбопада. В анализе крови мы с вами видим, что после двух недель приема L-тромбопада тромбоциты даже снизились с 50 на 10 девятый на литр. Пациент был госпитализирован и запланирована трансфузия концентрата тромбоцитов. Первая трансфузия была 10 июня. На следующий день контрольного анализа крови тромбоциты 62. Следующая трансфузия и также мы видим, что эффекта выраженного от проводимой трансфузии мы не получили. Несмотря на неоднократные трансфузии, то есть суммарно 6 раз проводили, у пациента сохранялась тромбоцитопения. В настоящее время в Республике Беларусь трансфузии концентрата тромбоцитов проводят с учетом совместимости донора и реципиента по стандартным системам АБ0 и РАЖ. Однако тромбоциты на своей поверхности несут антигены H1 класса и собственные тромбоцитарные антигены HbA. В следствии чего при множественных трансфузиях, без учета совместимости именно по этим антигенам, развивается рефракторность. Данному пациенту был проведен индивидуальный подбор концентрата тромбоцитов. Обнаружено, что у него есть HL-антитилак антигеном B44 и B12 и HB-антитилак гликопротеину 2B и 3A. После трансфузии 4-х доз концентрата тромбоцитов по индивидуальному подбору, мы видим, что уровень тромбоцитов достиг приемлемого для проведения следующей линии химиотерапии. Вопрос для обсуждения. Какая дальнейшая тактика при отсутствии эффекта от трансфузии концентрата тромбоцитов? 1. А. Л-тромбоцитов плюс трансфузия концентрата 2. Подбор донора с учетом ошеляжка с фенатитов 3. Симптоматическое лечение 3. Д. Другое 3. Кто первый завизжал? 3. Симптоматическое лечение 4. Хорошо. Еще кто-то готов выиграть приз? 3. Ну, может, мы, конечно, неправы. 4. Они выиграли, но и в споре, а вдруг они неправы будут? 4. Да, вдруг мы неправы будем на самом деле. 5. Да. 5. Ну, вот я вот чистый химиотерапевт. 5. Давай. 5. Ничего не понимаю я вот как бы револейт в глаза я видела только в клинических исследованиях. Помните, это, Яна Юрьевна, были клинические исследования по тромбоцитовине набрать никто не мог, да? 5. Давно это было. Да, давно это было. Но вот нам в первую очередь, как старым онкологам, в голову входят и не показатели, нашим друзьям, гематологам-то человека. Ему, наверное, надо в гостной мозг посмотреть. 6. Букву-то какую подняли? 6. Букву-то д. 7. Д. Другое. 7. Другое. Друг гематолог и пункция костного мозга. 8. И подруг гематолог. Коллеги, есть еще у кого-то мнение? Буквка А. Второй стол стоит. Отвечайте за свои слова. Хорошо. Убираете? Отказались. А что искусственный интеллект там сказал? Сейчас. Минуточку. Давайте посмотрим. Если трансфузия концентрата тромбоцитов не оказывает эффекта, то дальнейшая тактика может включать применение L-тромбопага и поиск подходящего донора с учетом HLHPA-фенотипов, вариант B. Также возможно симптоматическое лечение, вариант C. Но это зависит от конкретной клинической ситуации. Вариант D предполагает использование других методов лечения, которые могут быть необходимы в определенных случаях. Ну, в общем, опять отмазался. Но на самом деле, я думаю, что Северодвинск был прав. Позовем как бы гематологов, а они нам все остальное расскажут. Я так понимаю. Правильно? Потому что подруга гематолог как раз и сказала, смотрим костный мозг. И есть ли вообще точка приложения револейда? Потому что если нет мегакариоцитов, там он не будет работать. Вот. Может или косведь? То есть может же быть? Может. Может быть. Может быть. Да. Хорошо. Спасибо большое. У нас еще и... Еще есть? Потом, коллеги, а можно я вас спрошу? В связи с этим онкологом, в реальной клинической практике, тромбоцитопении без геморрагического синдрома все выполняют трансфузию? Нет. Нет. У нас есть приказ, который рекомментирует, что гемотрансфузия при тромбоцитопении без геморрагического синдрома возможно только в определенных случаях. Но одним из которых является сепсис, допустим. Тогда да. Нет. А так, ну как-то для меня, как для онколога, немножко это странно. Но Владимир, но это другая страна. Просто. Так почему? Ну мы же здесь... Ну сидят здесь коллеги... Нет, это не свои приказы. Нет, ну хорошо. Давайте спросим. То есть тромбоцитопения без геморрагического синдрома является ли у вас показанием для гемотрансфузии? Вы знаете, что это все зависит от ситуации. Естественно, прямого показания нет. Но если, например, нам необходимо начать лечение, ну чаще всего, конечно, это касается лимфом и герменоклеточных всяких опухолей. Для того, чтобы вовремя нормализовать анализ крови, мы прибегаем к трансфузии концентрата тромбоцитов. Вот. Если взять рак желудка, то, конечно, чаще всего мы отпускаем пациента, либо чтобы дождаться, когда нормализуется уровень тромбоцитов, либо, ну, иногда к гематологам обращаемся иногда. Просто в данном случае это, как бы, выбранный клинический случай, индивидуальный. Вот. Это не норма для нас. Это индивидуальная ситуация. Ну, то есть, если бы, да, обсуждаем, вот вы бы в своей реальной клинической практике, ну, наверное, никто бы, да? Не каждый раз. Не каждый день. Потому что в зале в основном те, кто занимается солидными опухолями. Да, поэтому у гематологов, да. Да, гематологи, я здесь тоже бы занимался. Ну, извините, но у нас просто и лимфомы лечатся тоже. Да, 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 да. Хорошо. Спасибо большое. Я надеюсь, в следующий раз вы приедете к нам. Спасибо, дорогая. Я очень хочу. Спасибо большое. Хорошо. Коллеги, мы продолжаем и даем слово Мурманскому онкологическому диспансеру. У нас двое. Как это, как назвать вас? Делектор докладчиков, да? Вы одна выйдете? Значит, презентация представлена Чайкой Оксаной Васильевной и Ксенофонтовой Марины Юрьевной. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Татьяна Юрьевна, хочу поблагодарить за приглашение, за возможность выступить здесь. Здесь коллегам всем спасибо, что дождались, да, уже как бы конец и всем хочется побыстрее отдохнуть, поэтому попробую максимально быстро. Значит, пациент 72-го года рождения. В октябре 22-го года выявлена меланома слизистой правой половины носа. Т4А, Н0М04А стадия. Брав мутации и цикит мутации не выявлено, НРАС выявлено. Значит, с декабря по март получал циклы иммунотерапии, какие, как бы, здесь распространяться не буду ни о том речь. Значит, за это время жалобы на отсутствие носового дыхания, рецидивирующие носовые кровотечения и деформацию спинки носа. По МРТ лицевого черепа в марте 23-го года выявлена отрицательная динамика. В связи с прогрессированием на фоне иммунотерапии пациенту было рекомендовано обратиться на центральные базы для определения дальнейшей тактики лечения, потому что на химиотерапию настроен он не был. Вот, ну, по каким-то причинам где-то он очень долго ходил, гулял и ездил. Вот, в итоге обратился в одну из частных клиник Санкт-Петербурга, где на первом этапе ему в связи с рецидивирующими кровотечениями была выполнена суперселективная химиоэмболизация сосудистой сети доксорубицином трехэтапно. Вот, и далее в этой же клинике он продолжил циклы комбинированной иммунотерапии. По КТ небольшой рост в пределах стабилизации, но при этом клиники сравнивали не с данными первоначальными, да, с которыми мы начали его лечить в декабре, а со своими данными, с которыми он к ним пришел в апреле. В августе пациент отметил появление увеличенного под нижней челюстного лимфоузла слева. Также продолжаются у него носовые кровотечения и обратился в Мурбанский онкодиспансер. Выявлена, выполнена биопсия лимфоузла и цитологически картина пигментной меланомы. В связи с неэффективностью проводимой иммунотерапии пациенту показано проведение химиотерапии. Однако в августе вот мы имеем вот такие анализы крови, да, то есть гемоглобин 73, 80, 74. Вот последнее у нас за 6 сентября 74 уровень гемоглобина, гематокрит 23,3%. На 8 сентября у него запланирована госпитализация на дневной стационар для проведения противоопухолевой химиотерапии. Ну и соответственно вопрос, необходимо ли вот этому пациенту проведение химиотерапии. Он прогрессирует на иммунотерапии, у него продолжаются носовые кровотечения и у него анемия тяжелой степени. Я отчет не дам. Чего вы бьетесь? Включите нам, пожалуйста, кнопки наши. Фальс-карт. Нет. Слушайте, химиотерапия должен быть не только умным, но и выдержанным. Пять, четыре, три, два, один. Так, Санкт-Петербург с Северодвинском бьются. Давайте, Санкт-Петербург. Микрофон. Мы считаем, что под номером 2 правильный ответ. Нужно продолжить. Я вот где-нибудь в третьей столе. А, еще. А они тоже Санкт-Петербург. Пусть хором отвечают. У нас зажглось. Так, а вы за что? Ну, нам кажется, что на фоне продолжающейся коррекции аниме попробовать хотя бы начать химиотерапию. То есть у вас тоже ответ два? Да. Так, а в Северодвинске что вы сделали? Они-то молодые, они неопытные, они вообще что-то начинают. А ну-ка, старый онколог. Ну, вообще, я хотела сказать, что да, мы бы на самом деле сначала бы госпитализировали полиативное отделение для коррекции анимеи. То есть мы бы эритропоэтина бы сделали, перелили бы Финджет, а потом бы продолжили химиотерапию. Потому что все-таки анимея, она даже и в клинических исследованиях никогда не отменяли химиотерапию и не редуцировали дозы, если у пациента анимея там второй степени. В отличие от тромбоцитов или нейтрофилов. И ты каждый раз смотришь, у человека 65, он зелененький, а ты по протоколу должен ему исследованный препарат ввести. Ну, вот так вот бы сделали. А можно прокомментировать? Я, наверное, мудроу, что Инна Владимировна, тут надо разобраться в идеологии анимеи. А насколько часто у нас бывает аниме, как иммуно-посредованное осложнение? Это первый вопрос. Это достаточно редкое осложнение, но тем не менее оно тоже бывает. Это первая причина, вторая. Мы с нейтропинией встречали, с клинической практики, с тромбоцитопинией и с анимеей, но это все-таки редкие осложнения. И еще по поводу фаренжекта прозвучало. На самом деле, коллеги, я всегда прозываю, мы не ориентируемся на уровень железа для коррекции анимеи, потому что он может быть низкий, но это не значит, что у нас проблемы с депо-железом. Поэтому мы смотрим ферритин и трансферин, связывающую способность. Мы определяем, есть ли или нет абсолютный или относительно дефицит анимеи. И это очень важно, потому что само по себе введение препарата железом может не решить эту проблему. Поэтому вот это я просто как один из комментариев. Там просто шикарный сооп, так называемый. Вот, у них все есть, и они показали все свои возможности. Что искусственный интеллект нам сказал? Так, ну, с искусственным интеллектом, наверное, что-то я делала неправильно, потому что... Два. Да, на фоне продолжающейся коррекции анимеи. Да, вот как бы вот эта замечательная кибербарышня была со мной очень суха, да, и как бы развернутого ответа я так и не получила. Более того, значит, при подготовке презентации я пыталась, обнаружила, да, что, оказывается, номеровать ответы надо не цифрами, а буквами, попыталась это исправить. Когда я это исправила с целью корректировки слайда с ответом искусственного интеллекта, я, значит, ввела повторно тот же вопрос, и барышня поменяла свое мнение, вот, и предложила редукцию доз химии препаратов. Ну вот вы не первая уже, кто нам рассказывает, что он свое мнение меняет, особенно если разные системы идут, включаются. Все то же самое. Поменялись только цифры на буквы. И все, да, да. И она мнение поменяла. Она поменяла. Видите, она как может понять, она может выбрать решение, что у вас порядок действия 1, 2, 3, 4, или вы просите выбрать вариант, то есть выбери вариант. Это же всего-навсего. Ну, да, да. То есть вы, как мы правильно ставим ей задачи. Это же, это же, это как компьютер. Вот, и если он воспринимает это как алгоритм действия 1, 2, 3, 4, или же он, вы выпишите, выберите вариант. Нет, на самом деле это просто очень сложно. Знаете, в свое время, я всегда говорю, появились компьютеры лет 20 назад, мы от руки писали сначала эпикриза, потом мы перешли на компьютеры, мы постоянно пишем теперь на компьютерах нашей истории. И хотим мы того нет, мы постепенно перейдем к этим нейросетям. Но они не будут нами руководить, они будут нам давать варианты, из которых мы будем выбирать. То есть сейчас мы учимся с ними работать, да. По всей видимости, мы недостаточно близко с ней познакомились, да, и вот не нашли общего языка, поэтому как бы вот. Не, не, она просто сказала, что вы главное, решайте сами. Вот не сказала всем говорить, что вы решаете, но мне не сказала, наверное, как бы все-таки вот мы каждый сами по себе. Вот, ну и хотелось бы, конечно, услышать ответ экспертов. Хорошо. Спасибо большое, Александр Васильевич. Баба Ягов всегда против, да, я сегодня посмотрю, очень много как бы таких, да, против, да, каких-то позиций высказываю, или какие-то немножко негативные, мне с одной стороны показалось, но с другой стороны они жизненные, и мы с вами живем в реальной клинической практике, с чем мы сталкиваемся. А я бы ответила вот пункт Б4, да, ну вот Татьяна Юрьевна хорошо подняла вопрос, с чем связана иномия. Если это проявление как основного заболевания, параноопластический синдром, да, то на иммунотерапии, ну реально, вот сейчас, я не знаю, как в вашем учреждении, но все-таки иммунотерапия, при лечении меланомы, все-таки химиотерапия, ну она уходит уже на такие, наверное, последние, да. Что пациент получал, какие линии лечения, просто, может быть, еще раз? Получал он лечение не так, как он должен был его получать, да, по независимым от нас причинам, потому что начал он в декабре, начал он с комбинации. То есть он получал все-таки комбинирование? Он получил первый курс комбинации, далее он был предупрежден, что с одним из препаратов в январе будут сложности, ему было предложено по ОМС поехать искать клиники, где можно продолжить лечение, что, в общем-то, другие пациенты у нас сделали. Он никуда не поехал, он пришел на второй цикл, и перимумаба у нас не было, он получил неволумаб 480. К третьему курсу неволумаб тоже закончился. Третий курс у него был пембролизумаб. После третьего курса по МРТ прогрессирования он направлен, мы-то надеялись, что к вам, а он где-то вот гулял. А летом ему продолжено еще два курса комбинированной терапии. То есть он все-таки был, наверное, на какой-то... Даже не на какой-то и ИПИ, и НИВА, и ПЕМБР. Ну, это реально клиническая практика. Это бывает и в больших центрах, особенно, когда в конце года заканчиваются какие-то препараты. Мы консилиумы в рамках одного класса... Ну, здесь немножко другая ситуация, но тем не менее, если, допустим, было на НИВУ, ЛУМА безначально только, а мы перевели на ПЕМР, это может быть... В рамках одного класса можно написать консилиум. Но все-таки, скорее всего, наверное, у него... Ну, мне-то кажется, это все-таки связано с прогрессированием заболевания, как проявление паронопластического синдрома. Вот я как раз хочу рассказать, что анемия, к сожалению, коллеги, вот просто услышите, это уже доказанный факт, появление анемии у онкологических пациентов сопряжено с неблагоприятным прогнозом. Просто если у пациентов даже при отсутствии видимых признаков прогрессирования развивается выраженная анемия при всех других ростках полноценных, это, к сожалению, признак неблагоприятного прогноза. И вот здесь вот это надо либо исключать, ну, как вариант, либо как прогрессирование. Вполне возможно поражение костного мозга, хотя почему один росток, но тем не менее. Ну, а в ряде случаев, мы уже бывают ситуации, когда пациент получает иммунотерапию. Потом у нас химиотерапия тоже существует в рекомендациях. Мы проводим химиотерапию, тем самым потенциируем эффект, переключаем, запускаем иммунотерапию, мы можем получить ответ на иммунотерапию. Поэтому нам здесь вопрос совершенно четкий, да, вот что нам в этой ситуации, ну, вот реальная клиническая практика, а что нам делать вот здесь, как нам поступить? Вот как вы бы поступили, Инна Владимировна? Вот при всех выходных... Я бы все-таки разобралась с генезом его анемии, да, как бы, и... А еще анемия, да, вот у нас тяжелая, то есть там третья, четвертая степень, да? Третья. Ну, третья, да. Нет химиотерапии малоэффективно, может усугубить, но, наверное, все-таки на весах было бы эффективность и польза моего лечения. Я, честно говоря, может быть, я так как-то пессимистично отношусь и видела недостаточно много эффектов хороших на именно химиотерапии. Ну, либо тогда идти как-то с редукцией дозы, да, препаратов. Ну, и, конечно, на фоне поддерживающей коррекции анемии. Ну, может быть, попробовали. Если, ну, вот пациент получал вот так вот лечение, и мы понимаем, что, скорее всего, это, наверное, связано с прогрессированием заболевания, а если мы еще подозреваем, что есть поражение, возможно, там, костного мозга, то преодолеть, наверное, это можно только дать ему какое-то специфическое лечение, чтобы воздействовать на патогенез развившейся анемии. Наверное, все-таки коррекция анемии, ну, и пробовать тогда с возможной редукцией как-то доз, ну, или... Да, и я полностью поддержу. На самом деле здесь первое, что мы должны понимать, когда у пациента развивается анемия, планируем мы его дальше лечить. Ну, мы обсудили, да, провели какое-то, возможно, в тех условиях, в которых мы живем, определили диагноз. Значит, далее мы решаем вопрос, как мы будем коррегировать анемию. Хорошо, решили, мы планируем проводить химиотерапию. У пациента нет висцерального криза, у него не поражен костный мозг. Предположим, о чудо. Хотя с анемией, конечно, мы вряд ли будем проводить стернальную пункцию, но мы сделали остеоцентографию, у пациента нет поражения костей скелета. Тогда мы должны провести, как вариант, мы планируем ему проводить химиотерапию ЭКОК, у пациента, ну, предположим... А два, но ближе к одному? Ну, у него будет, потому что анемия все равно будет слабость, а остеония будет отдышка. Одному, значит, тогда... Тогда, значит, мы здесь, естественно, выполняем гемотрансфузию. Далее, значит, мы решаем вопрос о проведении химиотерапии. Да, мы проводим... Что из химиотерапии, что бы вы планировали? Какие препараты? Ну, я расскажу, что мы сделали, да, как бы. Я небольшая, у нас с вами есть ИСИ или Дакарбазин. Ну, Дакарбазином, я не знаю, кто-то работает еще? Сейчас, по-моему, в меньшей степени. Вот мы практически у нас, ну... Не обильные, у него постоянная тампонада, как бы вот он с этим ходит с февраля. Значит, я химиотерапевт агрессивный, вот, но мне повезло, да, потому что, когда он восьмого поступил на курс химиотерапии, мы перебрали анализы, у него гемоглобин поднялся до 80, то есть это как бы вторая степень, да. И я провела ему карбоплотин-паклитоксил не просто не с редукцией дозы, но как бы из двух представленных в рекомендациях схем, там, где доза паклитоксила 225 мг на квадратный метр. Вот, единственное, что у него был повышен уровень креатина, поэтому доза карбоплотина была не очень большая. А, естественно, все это на фоне продолжающейся коррекции. Ритропоэтин, к сожалению, у нас их не было, пациент приобретал самостоятельно препараты железа. И на первом курсе гемостатическая терапия, тренингсамовая кислота. Данные рекомендации продолжить гемостимулирующую терапию дома. Пациент на второй курс пришел и отметил полное прекращение носовых кровотечений уже без тампонады. Значит, на данный момент пациент прошел уже 4 курса. После третьего курса у него восстановилось носовое дыхание, которое отсутствовало с февраля. И вот в понедельник, 4 декабря, он выполнил МРТ лицевого черепа. Там частичный регресс опухоли более 50%. И как бы вот анемия сохраняется в пределах 100-110. И вот как бы теперь будем думать, что делать дальше. Еще две задачи впереди. Молодцы. Трое победителей, да, в этой секции было. Хорошо. Северодвинск. Ваш выход. Нечаева Мария Николаевна, заведующая отделением химиотерапии в Северодвинске. Уважаемые коллеги, спасибо, что разрешили представить наш доклад. Эту пациентку прекрасно знают из Северодвинска и Архангельска. Она для нас была очень значима. Ему на самом деле задавали себе все эти вопросы во время ее лечения. Заболела она в 2019 году. Изначально рак левой молочной железы, люминальный B-тип, четвертая стадия. Но изначально у пациентки были скомпрометированы легкие. То есть мы ее вылечили в 2011 году с помощью ритоксимаба. От эксанодальной баклеточной лимфомы маргинальной зоны. А также она всю жизнь страдала бронхиальной астмой. Она получала в течение года ингибитор CDK-4,6 с литрозолом. В последующем она спрогрессировала. И в связи с увеличением значительного опухоли в левомолочной железе мы сделали рибиопсию. И обнаружили инверсию опухоли. Опухоль стала трипл-негативная. Также мы провели исследование на PD-L1. И увидели, что это опухоль чувствительна к иммунотерапии. И обратились в МИЦ онкологии Петрова Татьяне Юрьевне. И поставили вопрос о том, что не можем ли мы эту пациентку по ВК полечить. Как первую линию трипл-негативного рака молочной железы. Тогда у нас было все. И на поколиток села, атызолизумаб. Мы ее лечили. Лечили мы ее достаточно успешно. И во время первой линии у него был бессимптомный пневмонит на таргетную терапию первой степени. Клинически незначимый. А здесь мы уже во время этой линии сначала получили правосторонний бессегментарный пневмонит второй степени по КТ. С нарастающей дыхательной недостаточностью. Поэтому лечение ей была химио-иммунотерапия прервана. И начата комбинированное противовоспалительное лечение. Совместно с пульмонологом глюкокортикостероиды 1 мг на килограмм в сутки. Лечение было прервано. Всего она получила 12 курсов химио-иммунотерапии. И после разрешения этого пневмонита второй степени она наблюдалась. Лечения специфического она не получала. После этого при контроле в феврале 2022 года мы уже зарегистрировали, несмотря на то, что пациентка уже не получала несколько, фактически 3 месяца, больше 3 месяцев иммунотерапии. Мы зафиксировали у нее двухсторонний пневмонит третьей степени. Это был очень тяжелый пневмонит. Она очень тяжело его переносила с дыхательной недостаточностью третьей степени. Мы не могли ее госпитализировать, потому что был разгар ковида, она была у нас не привита. И мы боялись, что она у нас заразится. Она находилась дома, и мы оказывали помощь ей на дому. Может, это не совсем правильно, но в тот момент у нас выбора не было. И когда мы лечили ее глюкокортикостероидами, проводили антибактериальную противогрековую терапию с положительным эффектом со стороны пневмонита, но она ответила на это тяжелой гипертезией третьей степени с явлениями энцефалопатии третьей степени. И нам приходилось уже купировать эти осложнения с вызовом терапевтов и оказанием помощи на дому. Таким образом, у пациентки со стороны легких на противоопухолевое лечение трижды был пневмонит последней третьей степени. После этого мы ей оставили поддерживающую глюкокортикостероидную терапию. Предназил он 10 мг в сутки. При динамическом КТ-контроле у нее был полный регресс. Иммунотерапию мы не возобновляли, мы ее наблюдали. И этот полный регресс у нас был в течение года. И тогда у нас уже возник вопрос, что мы будем делать дальше, если болезнь вернется. Учитывая такой прекрасный ответ. Полный регресс, больше года был. То есть полностью исчезли все очаги в легких, в головном мозге, в печени, в лимфоузлах средостения. Пациентка потом спрогрессировала. Но вот этот вопрос, что делать дальше, для обсуждения. Если бы мы обсуждали, что если она спрогрессирует, возможно, мы вернемся к химио-иммунотерапии. И неоднократно задавали вопросы на всех конференциях. Несмотря на то, что было тяжелое осложнение третьей степени, можно ли вернуться. И даже уже стала общественность онкологическая склоняться, что можно было бы и попытаться. Но тогда мы ожидали, вдруг возникнут такие же тяжелые осложнения. Как их лечить? Потому что глюкокортикостероидами с высокими дозами, мы подойти бы к ней уже категорически бы боялись. Но есть такой препарат вот инфлексима. Как бы вы, уважаемые коллеги, поступили, если бы мы получили вновь такие тяжелые осложнения? Вы бы применили сразу инфлексима без глюкокортикостероидов? Либо это невозможно. Сначала все равно нужно вернуться к ним. Либо лечить у пульмонолога без того и без другого, либо что-то другое. К сожалению, наши пациенты живут и придолго. Они иногда переживают все клинические... Не к сожалению, к ракости. Но они переживают. Я к тому, к сожалению, к тому, что мы сталкиваемся с такими ситуациями клиническими, что мы не знаем, что делать. Они переживают клинические рекомендации. Ты не знаешь, что делать дальше. Ты его уже и полечил всем. И какая-то вот такая ситуация возникла. Сначала голосовать, да? Включаем кнопочки. Три, два, один. Жмем. Так. Ну, давайте с вас начнем. Потом вы. Я думаю, у меня бы не возникло вопрос о реиндукции вообще иммунотерапии, потому что в целом раки молочной железы, мне кажется, нет таких прям данных о повторном применении иммунотерапии. Соответственно, я бы просто не применяла бы иммунотерапию данной пациентке. Мы согласны с ответами коллег. Если что. Так, а более руслая доктора? Я просто хотела, чтобы мы уточнили, Марья Николаевна, возник вопрос о Лене Владимировне. Просто там действительно, что была реабиопсия лимфатического зла, а там был трижды негативный. То есть гормонопозитивный поменялся на трижды? Да. В том-то и дело. Сначала был люминальный бепп, а то просто реабиопсия, да, молочной железы опухоли. Мы из нее делали, да. Ну, она у флейбла, конечно, полечена, но хотели вот продлить жизнь как можно дольше. А там метастазы в голову? Да, там метастазы в печени, в легкие и в головной мозг. Так, мы все мнения получили. Искусственный интеллект? Нет? Нейросеть. Нет, я хотела, очень, да, хотелось дать снова иммунотерапию. Вот, и, ну, если бы вот мы дали снова иммунотерапию, все равно, ну, вот я бы конкретно, если бы был вопрос, я бы сначала начала с глюкокортикостероидов, а потом уже, конечно, задумалась про инфлексимаб. Можно еще спросить, вот у вас был пульмонит второй степени, написано завершение декабря 2021 года, и уже о пульмонии третьей степени, там буквально сразу, да? Да, да. Вопрос. Иногда мы сталкиваемся с тем, что из-за того, что мы недолечиваем, допустим, вторую степень, может быть, там резко отменяем, не ступенчато глюкокортикостероиды, мы имеем рецидивирующие осложнения, то есть это не новое осложнение, а то, которое мы недолечили. Вот у меня вопрос. Снижение глюкокортикостероидов при второй степени шло согласно плану, нашим рекомендациям, ступенчато. Вот это же очень важно. Мы все полностью соблюдали, но вот мы так подозреваем, мы все эту пациентку очень хорошо знаем, и историю ее, и анамнез, что вот легкие было ее слабое место, и возможно, на самом деле, тот второй степени пневмонит, ему этого было недостаточно, он не до конца разрешился, и вот третья степень, это был просто следующий ступень усугубления, вполне может быть. ЭКОК? Вы имеете в виду, в какой период? Ну нет, ну вот в момент последнего прогрессирования, может быть, на головную мозгу, на момент принятия решения о возобновлении. Мы ее иммунотерапии полечить не успели, это вопрос гипотетический. Именно по возможности применения инфлексимаба у пациентов до попытки лечения высокими дозами глюкокортикостероидов. То есть вопрос, мы принимаем инфлексимаб... Это уже рефракторный, 10 миллиграмм на килограмм был, или на том, извините, может быть, я не поняла, там было нивелировано на 10 миллиграмм на килограмм? Это что? Или нет? Она у вас продолжала получать? Она у нас, поддерживающая терапия, получала 10 миллиграмм глиднизолона. А там не дробь была ли мне показалось на килограмм? Нет, 10 миллиграмм две таблеточки. А, потом уже просто осталось в поддержке? Да, да. Ну она очень боялась уходить с этой дозы, совсем на ноль. Так, ну, мы, наверное, дальше продолжим теперь. Спасибо, что нам сказал искусственный интеллект. В случае развития пневмонита в последующем возможность применения инфлексимаба без предварительной терапии высокими дозами глюкокортикостероидов при тяжелой переносимости глюкокортикостероидов в анамнезе. Инфлексимаб является препаратом, который используется для лечения пневмонита, вызванного неконтролируемым воспалением легких. Он может быть использован как альтернатива высоким дозам глюкокортикостероидов в случаях, когда пациенты имеют тяжелую переносимость глюкокортикостероидов в анамнезе. Однако решение о применении инфлексимаба должно приниматься врачом на основе индивидуальных особенностей пациента и результатов клинических исследований. Слово эксперта. Решение за вами. Мы очень долго думали об этой пациентке и мы, помню, коллегиально приняли решение, что если это все у нас повторится, то мы будем лечить инфлексимабом. Просто я помню, как она выглядела на этих дозах глюкокортикостероидов. Еще этот момент не наступил, я так понимаю. Она, к сожалению, погибла, не дожив до следующей линии. Не дожив до этого решения. Да, там были сначала крупный метастаз головной мозг, стереотаксис, потом лептоменингиальные и Дейнхерту тоже, к сожалению, она у нас не дожила. Дейнхерту. Ну, мы думали о том, что, может быть, полечить Юнхерту, потому что она была ГЕР 1+. Блин, как круто лечит у нас, да, в Архангельске? Я могу сказать, что это просто мы, Марина Николаевна, вот это наш доктор, наш коллега, заведующий химиотерапией. И, наверное, мы вот в данной ситуации, что мы можем сделать, опочтить память. Я думаю, что это будет вполне справедливо, если мы просто минутку можем пожертвовать минуткой молчания. Это будет самое справедливое. Да, вот мы минутку помолчим. Да, да. Марина Николаевна. Спасибо большое. Тяжело. Светлая память. Мы продолжаем нашу работу. Да. Юлия Владимировна Алексеева, сотрудник медсанкологии МИИ Петрова, расскажет последнюю задачу, задаст, расскажет клинический случай. Реальный пациент. Я сразу же хочу сказать, что этот пациент, даже представлена фотографией его. То есть, действительно, пациент, от которого практически очень многие отказались, по месту его первичной диагностики от него изначально отказались. У нас он прожил много лет. Фотография есть, потому что он дал согласие на публикацию. Эта публикация о его судьбе была на нашем сайте. Юлия Владимировна. Спасибо, Елена Викторовна. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Клинический случай написан пациенту 80 лет. На самом деле, когда он только начал лечиться, ему было на тот момент 77 лет. У него выявлено два синхронных заболевания. Это нехошкинская лимфома диффузная, крупноклеточная, баклеточная, которая проявлялась в виде единичного новообразования в правой подколенной ямке. И второе заболевание – это рак прямой кишки, метастатический, аденокарцинома, дикий тип с множественными метастазами в печени, в параректальных лимфатических узлах. И первым этапом было принято решение выполнить пациенту резекцию новообразования в правой подколенной ямке, которая осложнилась воспалением. И спустя месяц была выполнена повторная операция, некоректомия, санация гнойного очага, повторная биопсия из правой подколенной ямки. Далее пациенту было проведено два введения циклофосфана и четыре введения ритоксимаба, на которых была достигнута стабилизация нехошкинской лимфомы. И далее приступили к лечению опухоли прямой кишки. Первым этапом была выполнена разгрузочная колостомия. Пациент обратился к нам, мы ему выявили сопутствующие заболевания, такие как фибрилляция предсердий, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. То есть пациент достаточно соматически сложный. Он жаловался еще также на нарушение зрения и изменение тембра голоса. ЭКОК-1 имел небольшую повышенную массу тела, индекс массы тела 29,4 у нас составил. Проведена комплексная гериатрическая оценка, по результатам которой мы выявили когнитивные нарушения, и у пациента выявлена депрессия. Хочу обратить внимание ваше на тест рисования часов, картинку, и на кусочек картинки. Это краткая шкала оценки психического статуса, когда пациента просят перерисовать рисунок, как это выглядело в изначальном варианте. Далее, с учетом сопутствующей патологии гериатрического статуса, пациенту было проведено несколько линий химиотерапии с редукцией доз препаратов. Первая линия была Фулфокс. Пациент получил полных 12 циклов. Мы получили частично регресс. И отправили пациента на поддерживающую терапию к апецитабинам, на которой он, получается, у нас продержался больше полугода. При прогрессировании заболевания следующая линия у нас была Фулфири. Также с редукцией доз препаратов. И также проведено 12 циклов. И планировали и дальше, но уже на фоне второй линии химиотерапии случилось прогрессирование заболевания. Третья линия мы назначили пациенту Реграфенип. И вот с ноября 2019 года до последнего визита, когда он у нас был, это июнь 2020 года, он получал Реграфенип. Мы получили стабилизацию. И пациент, в принципе, еще хорошо себя чувствовал. В процессе лечения в первой линии у нас никаких осложнений выявлено не было. Во второй линии возникла только анемия первой степени. И в процессе третьей линии терапии, то есть на Реграфенипе у нас возникла секреторная диарея до 2 литров в сутки через стому, прогрессирующая потеря массы тела 10 кг за 2 месяца. Ну, периодически возникали боли в апегастральной области и в правом-левом подреберье, которые купировались приемом нестероидных противовоспалительных средств. И вот хотелось бы задать теперь вопрос для обсуждения, какую сопроводительную терапию следует рекомендовать больному колоректальным раком пожилого возраста с учетом наличия когнитивных нарушений, депрессии, нутриативной недостаточности, анемии легкой степени, секреторной диареи, болевого синдрома по Ваш 4 балла. Представлено 4 варианта ответа. Это противоанимическая терапия, антидиарейная и обезболивающая терапия. Вариант Б – противоанимическая, антидиарейная, обезболивающая нутриативная поддержка, лечебная физкультура и консультация психолога. Вариант С – противоанимическая, антидиарейная, обезболивающая терапия и дополнительная нутриативная поддержка. Ну и Д – другой вариант. Начинаем голосование. Три, два, один. Так, соревнуются. Самый быстрый. Кто первый был? Северодвинск или Питер? Северодвинск. А у меня мигает. Они даже не нажимают, слушайте, это вот так, это… Ей подыгрывают наши айтишники, я поняла. Там пять шестой стол, и вот пятый он вообще не нажимает. Они вообще, они просто как завороженные, слушают. Зато они уже ответ выставили, у них «Б». Нет, это не состоит, не знаю. Не знаю. А вы стоите, у них «Б». Да? Ну что, «Б». Давайте тогда я наш общий ответ прокомментирую. Действительно, здесь, мне кажется, больше подойдет ответ «Б», потому что, несмотря на возраст, наши пациенты, они все равно нуждаются в полном комплексном, в полной комплексной поддержке. Это должна быть не только лекарственная какая-то терапия. Действительно, нужно пациента отправить к психологу, и даже, может быть, к психотерапевту, потому что это позволит им быть более приверженным к терапии, более внимательно относиться к своим симптомам, и лучше соблюдать наши назначения. Да, все, на самом деле, мы продолжим. Я просто хочу рассказать про этого пациента, насколько важна вот эта корректировка синдромов. Я вообще изначально была заочно знакома с его дочерью. И как-то так получилось, что она, вот там, отец болеет. Я говорю, в чем дело? Да вот саркому поставили, то есть в другом регионе. Вот этот пожилой человек, некое образование подколенной ямки, ему удалили это образование по месту жительства, сказали, саркома, иди умирай. Соответственно, ему под 80 делать ничего не нужно. Я говорю, а давай-ка мы посмотрим на стекла. Значит, на стекла наши посмотрели, там лимфогранулематоз или неходшкинская? Неходшкинская. Неходшкинская. К нам он приехал в этом гипсе, на костылях, чтобы вы понимали, да? То есть там вот это все распадается, разваливается. Это я к моменту, надо ли стариков лечить. То есть после этого мы ему устроили консилиум, где как раз у наших, там, мне понадобились все, и гематологи, и все остальные онкологи, с чего начинать. Параллельно мы его обследуем, еще выявили образование в печени, которое оказалось кишкой. И вот это мы с гематологами начали как раз гематологическое заболевание, а он, а он и с когнитивными нарушениями, и расстроенный, и вот с этой, со всей штукой, устроил дебош гематологам. Не нашим. Они от него отказались. Мы с гематологами по телефону говорим, ну давай что-нибудь вместе придумывать. Значит, вот мы этот фолфокс, что типа кишку, и гематологи говорят, ну да, к салиплатинам вроде как и гематологически вот эту лимфому тоже когда-то мы лечили. Он за это время улетает по неотложке в институт скорой помощи. Понимаете? И к августу месяцу, по-моему, он вот уже после операции, но ему парочку чопов-то сделали, а костеллит он отбросил, вот этот вот эффект лазеря, а нога-то затянулась, и дальше вы не представляете, вот этот 80-летний мужик ходил за мной, я говорю, мама Лена называла меня. Понимаете? Вот это вот психологам, вот здесь достаточно было показать, что ты кому-то нужен. Мы ему убрали тягостные симптомы, и он потом с удовольствием, сколько лет у нас лечился, да, он работал на даче, понимаете, вот, и он погиб, я даже не знаю, как он умер, от чего, потому что через какое-то время мы уже с дочерью созвонились, она говорит, я сама попала в больницу, и вот он в тот момент, как бы у них исчез из поля зрения, то есть она некому стала присматривать за дядькой, понимаете? Вот, это, по сути дела, он воспрял, он бегал, он сам ходил к нам на лечение, и просил лечения, и смотрите, ригорафинип, он достаточно тяжело переносил, но грамотный гастроэнтеролог помог нам купировать вот эти вот осложнения, ригорафинип, все уже пробовали, все знают, что это за штука, вот, и мы опять его долго и долго тянули, он достаточно долго жил, и вот он как позитивный образ позволил даже напечатать из себя информацию. Да, а теперь, да, давайте нейросеть, да. Потому что мы уже с вами обсудили, а еще нейросеть на вас. А ну и я. Я бы рекомендовала вариант, противоанимическая, антидиарейная, обезболивающая терапия, нутритивная поддержка, лечебная физкультура, консультация психолога. Колоректальный рак у пожилых людей часто сопровождается различными осложнениями и нарушениями, такими как когнитивные нарушения, депрессия, нутритивная недостаточность, анемии и диарея. Поэтому, помимо противоопухолевой терапии, необходимо проводить комплексную сопроводительную терапию. В данном случае, вариация предлагает следующие мероприятия. Противоанимическая терапия, возможно применение препаратов железа, фолиевой кислоты и витамина В12 для коррекции анемии. Антидиарейная терапия, назначение препаратов, которые уменьшают воспаление кишечника и снижают секрецию жидкости. Обезболивающая терапия, применение препаратов, которые снижают болевой синдром. Нутритивная поддержка, назначение специального питания, которое поможет восстановить нутритивную недостаточность. Лечебная физкультура, проведение комплекса упражнений, которые помогут улучшить общее состояние пациента и повысить его физическую активность. Консультация психолога, помощь специалиста в борьбе с депрессией и психологическими проблемами, связанными с заболеванием. Таким образом, данный вариант терапии позволит комплексно подойти к лечению пациента и улучшить его качество жизни. Она нам целую лекцию прочитала. Юлия Владимировна, да. На самом деле, я хотела к Сане Васильевне сказать, смотрите, как, если правильно написать вопрос, развернутый, нейросеть сразу обучается и пишет развернутый ответ. То есть, насколько... На самом деле, не так было. Я тоже сначала русскими буквами написала ей варианты, и она, когда русские буквы были, она мне дала развернутый ответ с пояснением каждого пункта. А когда я написала латинскими буквами, она мне только краткая. Варианты и все. Ну, то есть, получается, хочу, не хочу. Ну, ответ экспертов... Можно я приведу пример? Мы все-таки проводили, да, действительно сопроводительную терапию пациента. Он уходил на лечебную физкультуру и дистанционно занимался, и с клиническим психологом занимался. Интуитивную поддержку мы ему проводили. И вот, опять же, хочу обратить ваше внимание на тест рисования часов и на краткую шкалу психического статуса. Насколько лучше на фоне сопроводительной терапии у пациента стали получаться эти тесты. Ну, и на показатели, конечно, что у него улучшился когнитивный статус и ушла депрессия. И он был всегда активен. Всегда очень позитивный. Да, и я хочу сказать, что, Юлия Владимировна, это большая работа, это кандидатская диссертация с легкой руки Елены. Ну, конечно, это Татьяна Юрьевна, да. Ну, Елена Викторовна, вы представили нам выдающегося многообещающего молодого ученого. А уже все вместе мы представили к защите диссертационное исследование. была защищена, собственно, разработана шкала, про которую Елена Викторовна говорила по, собственно, гериартрической оценке. И Юлия Владимировна защитила кандидатскую диссертацию и получила звание кандидатом медицинских наук. Поэтому я думаю, что здесь тоже стоит поздравить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ